В усадьбе Муранова дымят буржуйки и повсюду разносится запах ухи. Прародительницы супов русских. И не только. Здесь повара готовят, например, уху по-фински или лохикейта. У нас уха из семги, форелия, картошечки. Сейчас добавим зелень, не можем дегутировать. Картошечку для такого супа не нарезают, а кладут целиком. А это уже делятся повара гости из Свияжска. Марсельский суп бедняков по-волжски. Это рецепт эпохи импортозавещения. Базовые части – это наша родная речная рыба, с которой мы хорошо знакомы. Судачок, щучка, сазанчик, сомик. Но чтобы было веселей в этом супе, мы добавили немного белорусских морепродуктов. Попробовать уху выстроилась целая очередь, которая час от часу только увеличилась еще бы в меню уха по-царски, уха по-фински и даже уха из петуха. И это не шутка. Бульон из петуха действительно добавляют здесь к отвару семги осетра. Отдельно варится крепкий бульон из петуха. Он не в большом количестве. Все, потом бульон процеживается, кипятится, добавляется овощи. Гости на шестой гастрономический фестиваль «Оксаковская уха» добираются из Москвы и всего Подмосковья. Некоторые со своими ложками побольше зачерпнуть. Корма ложки. Вы же как вы черпаете и несете, вот с хлебушек держите, вы несете. Она не расплескается и много. Рыбным супом лакомятся все от мала до велика. У нас каша. Мы уже продегустировали первую. А что ж малышами не уходит? У тебя еще? Очень вкусная, не смогли удержаться. То есть малышу просто не досталось? Да, просто стоим за следующей порцией. Наша девочка Лен Бергер, щеночек, тоже приехала на фестиваль ухи. Будете пробовать? Конечно. Но сотрудники Муранова говорят, не делают ничего без глубокого смысла. Каждый рецепт рыбного блюда географически привязан к усадьбе. Уху по-фински, например, любил Евгений Боротынский, когда служил в Финляндии. А «Оксаковская уха» с секретным ингредиентом, ее в этот день готовила команда директора музея-усадьбы Александра Богатырева, тоже не случайно. Сергей Аксаков, автор записок об ужении рыбы и страстный любитель рыбной ловли, часто бывал в Муранове. Он жил по соседству, в соседней усадьбе Абрамцево. Оттуда он приходил с визитами, посещал Мураново. Здесь же, на запруде реки Талица, которая за нами, он ловил прекраснейших вкусных судаков. На усадебной кухне могли их приготовить, называл он их постная говядина. Судаки и сейчас водятся в местные речки, рассказывают и показывают рыбаки. Надо только подольше поохотиться. Себя рыбаки называют гуманисты, пойманную рыбку отпускают. Жанна Ловенько, Сергей Денисов, Анна Белова, новости Большого округа.